Здравствуйте, уважаемые зрители! Как и много лет подряд, в начале мая состоялась конференция разработчиков игр 2010. Конечно же, там было шумно, конечно же, там было весело. А вот интересные проекты можно было пересчитать по пальцам. И в этом журнале вы про них можете прочитать. А может, уже прочитали. В этот раз мы решили не делать простой видеообзор, так как самое интересное происходило в большинстве случаев за закрытыми дверями. Но мы попросили наших авторов, которые работали на КРИ, поделиться впечатлениями от конференции. А вам предоставляем возможность увидеть наших авторов в лицо. В этот раз КРИ проходит под знаком социальных игрушек. Разработчики буквально соревнуются, чья ферма лучше. Из оффлайновых там было буквально 2-3 игры, из которых самая известная — Postal 3. Если Postal 3 — это будущая наша игровая индустрия, тогда я даже не знаю, что и сказать. Остается только надеяться, что в следующем году КРИ увеличится. И это будет признаком того, что мы потихонечку выходим из мглы. И это будет признаком того, что КРИ заканчивается. А если в следующем году КРИ будет меньше, тогда все совсем плохо. На конференции было много социальных и казуальных игр. Я на таком мероприятии впервые ожидала чего-то более масштабного и более интересных, именно полноценных игр. Этот КРИ, наверное, больше всего запомнился двумя вещами. Во-первых, он стал еще меньше. Интересно уже куда меньше. Он, конечно, насыщенный. Все стараются что-то представить, но общее количество, к сожалению, не радует. А второе – это какой-то тотальный уход в онлайн. То есть это или какие-то ролевые игры, или стрелялки, или еще что-то, но обязательно онлайновые. И более того, новые тенденции этого года – это, видимо, социальные игры, которые я лично для себя как-то совсем не понимаю, по крайней мере на нынешнем этапе развития. Они похожи на такие хронофаги, как говорится, вещи, которые забирают время, а в ответ особо чего-то не приносят. Но однако их все любят, их все распространяют, рекламируют, они набирают популярность. Ну, не знаю, может быть, потом они эволюционируют, и будет что-то, что-то получится. На мой взгляд, Кри отчетливо начинает все больше и больше уменьшаться в размерах, и в какой-то степени деградирует, но в то же самое время она развивается немного в другом направлении. Постепенно она становится все более закрытой, с одной стороны это хорошо, с другой – плохо. То есть, как мне кажется, для игровой журналистики Кри постепенно отмирает, а параллельно с этим игромер набирает обороты. То есть, я так думаю, через несколько лет Кри станет полностью уже закрытым, очень строгим таким мероприятием, которое создается именно для разработчиков. То есть, она уже будет полностью оправдывать свое название, и нам, скорее всего, будет нечего так делать. Да, пожалуй, тут ничего не добавишь. Действительно, тенденция к повальному увлечению разработчиков социальными играми налицо. Впрочем, не будем о грустном. Давайте послушаем о том, что же нам понравилось на выставке. Больше всего мне понравился проект «Монолит», который был представлен на ярмарке проектов. Это 3D-экшен о пришельцах, людях и повстанцах, которые воюют между собой. Но сюжет никак не пересекается с аватаром, поэтому можете прочитать превью в нашем журнале. Из интересных проектов, что там было на Кри? Ну, пост он, естественно, хотя по большей части он привлекал внимание специфически одетой девушкой. Был «World of Tanks», который, в общем-то, очень сильный, очень интересный, необычная концепция, и разработчики получили даже награду на награждение. Был «Space Worlds» от молодой команды разработчиков, «Нейнгенш-лаборатория». Перспективная игра, но пока на очень ранней стадии разработки. И, что огорчает, очень немного было интересных проектов, буквально один-два на ярмарке проектов без издателей. Хотя игра от «Лесты», которая, кстати, получила приз, она, в общем-то, выделялась в общем-то. Ну, учитывая то, что, как я уже говорил, все уходит в онлайн, таких проектов, которые мне лично были близки и интересны, не так много. Вот, часть. Один был интересный среди ярмарки «Идеи» «Лестовский», боевичок. Вот там тоже есть онлайн, как кооперативная игра, но все-таки он больше однопользовательский. В рубрику «Курьезер», наверное, можно добавить капитана Влада, потому что, вспоминая книги и играя вот это вот «Рубилова всего и вся», как-то, ну, совсем не соотносится с тем, какие впечатления были о книге в том, что это превратилось. Ну, и под конец, наверное, стоит отметить проект, в общем, к которому мы будем очень часто возвращаться. «Звездные миры», он начался не так давно, но вот за эти пару месяцев то, что они сделали, это просто не укладывается никуда, они, на самом деле, молодцы. Сроки, конечно, очень оптимистичные. Май следующего года – это для компьютерной ролевой многоподелительской игры вроде бы что-то невероятное. Ну, надеюсь, что у них все получится. Это должно быть интересно. Думаю, что можно назвать открытием этого трика, так как немного, на самом деле, таких новых именно проектов, о которых мало чего было слышно, которые были здесь представлены и описаны впервые. «Искусство войны Кореи» достаточно любопытно выглядит. Ну, по крайней мере, будет интересно посмотреть, что в итоге выйдет, потому что проект получился достаточно нестандартным. Он в корне отличается от того, что эта команда делала раньше. То есть, если раньше они делали упор на всякие скриптовые сценки и вообще развитие сюжета больше историчности, то сейчас они, наоборот, двигаются в сторону большей независимости и при этом еще дают больше инструментов своим фанатам, чтобы они могли делать модификации. Они и раньше, в общем-то, всегда это поддерживали, развивали в предыдущей игре-серии возможности для создания модификации, а сейчас они уже просто изначально поставили, дали себе такую установку, заняться этим. И я думаю, что все получится очень классно. Редактор субтитров А.Семкин